День молодёжи – это праздник пятой части жителей Армавира и тех, кто чувствует молодость в душе. 28 июня для них подготовили серию мероприятий. Первым стала праздничная фотосушка «Город молодых». Объединение фотографов Армавира «Мофа» под руководством Александра Ковязина разместило бельевые верёвки со снимками на Малом Арбате. Зрители рассматривали портреты, пейзажи и репортажные кадры. Каждый мог забрать понравившиеся фотографии и проголосовать стикером за конкурсные работы. Тем временем на Центральной площади стартовал праздничный концерт, где армавирцев приветствовали первые лица города. Я хочу пожелать всем горожанам, кто молод душой, но особенно нашей молодёжи, пусть ваша жизнь будет наполнена яркими, весёлыми и очень радостными событиями. Я поздравляю вас с этим мирным, пусть немножко облачным, зато не так жарко, небом, за то, что вокруг нас такие замечательные детки, такие замечательные молодые ребята, которые, я уверен, сделают наш город, нашу жизнь, наши семьи, нашу Кубань, нашу Россию лучше. С праздником, молодёжь, будущее за вами! Во время праздника наградили лучших специалистов молодёжной политики, активистов и волонтёров. На сцену выходили школьники, студенты, специалисты учреждений, которые вместе делают молодёжную жизнь насыщенной и интересной. В нашем городе проживает более 45 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Сегодняшнюю молодёжь я призываю вести здоровый образ жизни, поддерживать все творческие начинания, любить свой город, любить свою страну, любить свой край. С праздником! С Днём молодёжи! Ура! На Молотфесте своё творчество показали мастерская танца, «Кэнди Микс», «Союз», «Алиса Бэнд», «Труэй», «Влад Тукей», «Би Пауэрс Крю» и другие. Ведущие разыграли билеты в кино, пиццу и другие призы. Конкурсы сменяли динамичные номера. Я свободна, будто птица, соцените мой полёт. Во мне энергия искрится, и моя душа воёт. Сразу за сцены на улице Кирова развернулась выставка автомобилей «Ретро Кубань». Участники из Армавира и других южных городов представили 15 экспонатов. Это американский «Кадиллак» и «Льдорадо» 1976 года выпуска, немецкий «Фольксваген Жук» и ретро-кары отечественного автопрома. Больше всего голосов гости выставки отдали за «Жигулей» Вадима Прозорова. Так, один из его автомобилей стал победителем. Она одна из первых. Она 1976 года. Производили ВАЗ-2101 с 1975 года. Её хозяин берёг, хранил, в дождь не эксплуатировал. Машина практически новая. За всё время она практически не эксплуатировалась. И самое ценное её то, что она вся в родне. На ней ничто не менялось, ничего не делалось. Она как вышла с магазина, так и есть. Все ключи, все инструменты, все бумажки, тихосмотры, накладные, всё это присутствует, всё это имеется. Праздник молодости и энергии продолжился выступлением кавер-группы из Ростова-на-Дону, дискотека и лазерным шоу. Инна Лепёткина, Игорь Щеников, служба информации, телеканал РНТВ «Армавир». Игорь Щеников, служба информации «Армавир».